дорогие друзья сегодня хочу вам рассказать что входит большую функциональную диагностику за 15000 дирхам и почему мы ее вообще проводим дело в том что к нам обращается большое количество пациентов которые обследовались лечились у разных докторов и когда я ее разрабатывал я понимал что это хорошие доктора но они в чем-то ошибались поэтому нам надо детально разобраться в каждом шаге в каждом нюансе анатомии физиологии человека чтобы выбрать правильное лечение и составить правильный и эффективный план этого лечения и так с чего мы начинаем мы начинаем с оценки жалоб пациента сбора анамнеза это архиважно потому что у пациентов с дисфункциями сустава мышечными дисфункциями бруксизмом проблемами и болями в области сустава и челюсти достаточно бывает длительная история и в ней очень часто скрываются ответы на многие вопросы мы рассчитываем специальный окклюзионный индекс который нам позволяет понять тяжесть состояния пациента и прогноз его лечения также отмечаются в те зоны боли которые будут это очень важный момент потому что в процессе проведения сплинт терапии лечения а сплинт терапия входит в эти 15000 дирхам мы оцениваем как меняется состояние пациента проводится анализ окклюзии положение зубов и наклоны окклюзионной плоскости дело в том что очень часто эти моменты упускаются и не понимают что проблемы которые привели пациентов стоматологическое кресло они как раз таки и концентрируются в окклюзии пациента и здесь вы видите пример когда у нашей пациентке все зубки хорошие тут даже пломбу ну найти сложно однако серьезные проблемы и с болями и серьезные проблемы и с окклюзионным индексом масса жалоб съезжает челюсть не может найти нормальное положение боли в определенных зубах нарушения осанки и многое другое видите 5-6 баллов в области и шеи и груди это достаточно серьезно и нам нужно что проверить насколько окклюзия влияет на это прежде чем проводить какое-то лечение вмешательство инвазивное мы проводим быструю окклюзионную диагностику окклюзограммы это позволяет нам оценить неинвазивными методами какие контакты какая окклюзионная схема и соответствует ли эта схема на нашему пациенту обратить внимание какой высокий гипертонус совершенно очевидно что мы понимаем что-то окклюзионная схема которую мы видим у пациентки не соответствует ее гармонии между суставом и мышцами и наша задача что сделать реорганизовать окклюзию но прежде чем что-то делать брекеты коронки еще что-то мы должны это проверить и опробировать для этого ставится специальная капа я запатентовал эту методику и технологии и нам и у нас есть возможность все перепроверить не вмешиваясь еще в организм пациента мы проводим модельный анализ каждый зуб рассчитывается где какой контакт соответствует ли он нормальному контакту его плотность наклон окклюзионной плоскости модели гипсуется специальный прибор артикулятор у него есть суставной механизм такой же как у вас у каждого из нас и это позволяет нам имитировать и функцию и статику пациента и оценить ее правильность высота прикуса модельный анализ каждый зуб изучается отдельно да мы видим зачатки или расположение 8 зубов наличие карисов если таковы есть каждый зуб в трехмерном пространстве изучается и отсматривается сужение расширения или другие проблемы с дугой до наличие проблем в пазухе искривление носовых перегородок да вы скажете это лор патология но наша задача если это попадает в зону нашей видимости до при назначить пациента к смежному специалисту но не просто так идите к эндокринологу у нас должны быть серьезные основания обратить внимание например здесь да мы оцениваем состояние дыхательных путей да есть ли сужение не задыхается если признаки ночного апно и также состояние кортикальной пластинки чтобы предотвратить развитие парадонтоза опять же шеи мы не занимаемся стоматологии не лечат шею однако мы видим что есть у пациента ротация второго шейного позвонка есть определенные изменения в шейных наклонах шейных позвонков и что мы можем совершенно координированной нормально направить пациент ответствующему специалисту который уже оценит насколько это все хорошо потому что очень часто боли которые мы видим в области лица и шеи тоже могут идти от постуры и осанки и очень важно разобраться где эта связь мы очень четко оцениваем прикус пациента и это касается не только ортодонтического лечения это касается и протезирования особенно тотального протезирования не учитывая высоту прикуса часто делают коронки на глаз не учитывают положение окклюзионной плоскости и это приводит к сожалению с большим фейлом и переделкам таких работ видите какой глубокий анализ каждой позиции проводится в специальных программах и программы нам тоже подсказывает да например в данном случае комбинированное и хирургическое и ортодонтическое лечение то есть мы понимаем степень сложности лечения такого пациента да все эти данные суммируются в специальных таблицах которые позволяют нам еще раз оценить и прикусы состояния пациента отдельная группа мы занимаемся изучением сустава обратить внимание молодая девушка молодая пациентка но насколько суставы уже у нее изменены и наша задача предотвратить дальнейшее разрушение сустав помочь ему но еще раз если мы не найдем на этом этапе гармонию между окклюзией и суставными и мышечными параметрами мы получим проблему это очень важно понимать потому и учитывать в рамках нашего лечения кроме того мы изучаем данные мрт в наше предложение в эту большую диагностику входит как магнитно-резонансная томография и так и компьютерная томография сейчас мы делаем такое специальное предложение успейте воспользоваться потому что раньше это не входило по данным мрт мы можем посмотреть не только состояние мышелков костных структур но и выпадение и направление выпадения этого диска наличие воспалительных процессов и прочего огромный функциональный анализ который нам позволяет провести и настройки артикулятора и оценить состояние пациента вы видите практически целая книга которая по своей сути является полным анализом зубочелюстной системы уже нет сомнений и каких-то скрытых уголков чего мы не изучили и дальше выписывается диагноз по каждому из пунктов и даются рекомендации что и как делать если требуется мы составляем подробнейший план лечения уже основанный на такой огромный и полновесные полноценной диагностики вот кроме того если у вас есть уже какие-то данные у нас есть раздел приложений например вот в данном случае обратите внимание здесь заключение невролога заключение эндокринолога у пациентки есть все это должно быть оценено сквозь призму анализа зубочелюстной системы тоже потому что еще раз организм не является единой системой и мы вот например до шейный отдел позвоночника рингологическое исследование все это мы подшиваем и это позволяет еще раз решать самые сложные и труднейшие клинические задачи потому что в моей практике уже более 27 лет я работаю и более 20 лет я помогаю пациентам у которых проблемы с суставом дисфункциями сложные типы прикуса и как видите даже вот в этом клиническом кейсе у нее не нужно не протезирование там все казалось бы хорошо зубки здоровы ровненько стоят но какие серьезные проблемы со стороны мышц и суставов поэтому чтобы не запустить чтобы не нарушить лечение опять же для тех пациентов кому требуется тотальное протезирование это просто мастхэв потому что за пустить систему и ее загубить достаточно просто если все зубы обтачиваются и делается тотальная реконструкция она должна делаться с учетом анатомии индивидуальные требования пациент поэтому дорогие друзья подписывайтесь на наши каналы записывайтесь на консультацию и мы подробно еще раз расскажем вам обо всех нюансах нашей диагностики и это предотвратит очень многие проблемы и решит да и поможет вам в жизни если это вам требуется поэтому мы вас ждем с большой радостью уважением доктор будовский